Долгие годы Учинил себе всех жителей королевства и расправился со своими врагами. Со всеми, кроме одного. ВЫСТРЕЛЫ Королевство подвергалось нападениям орков. Сдерживать их натиск удавалось благодаря неустанному труду заключенных. Армии короля нужны были мечи, которые ковали из руды, добытой в шахтах Хориниса. За малейшую провинность людей арестовывали и отправляли работать на шахту. Заключенных привозили со всех концов страны. Чтобы исключить возможность побега, король поручил самым могущественным магам королевства возвести над шахтами магический барьер. Я был одним из этих магов. Мы объединили свои силы, чтобы достичь цели. Но магическая энергия обернулась против нас, и мы сами оказались внутри барьера. Заключенных нельзя было оставлять без присмотра. Ценности внешнего мира перестали иметь для них значение, и они стали хозяевами огромной территории. Хоринис со всеми его шахтами попал в руки преступников, и мы были бессильны помешать им. Теперь бывшие заключенные требовали очень высокую плату за руду. У короля не было иного выбора. Он должен был принять их условия. Именем короля Робара II, правителя Объединенного Королевства Миртана, я приговариваю этого заключенного... Стой! Приговоренный, у меня к тебе есть предложение. Ты должен отнести это письмо главному магу Круга Огня. Ты напрасно теряешь время. Награду ты сможешь выбрать себе сам. Он даст тебе все, что ты пожелаешь. Хорошо, я возьму твое письмо. С одним условием. Пусть судья замолчит. Три! Тихо! Хорошо, отправляйте его. Добро пожаловать! Хватит! Оставьте его и уходите отсюда. Вставай! Меня зовут Диего. А меня... Я не хочу знать, кто ты такой. Ты только что появился здесь, а я присматриваю за новичками. Для начала хватит и этого. Если ты хочешь остаться в живых в этом гиблом месте, тебе придется поговорить со мной. Впрочем, умереть ты можешь в любое время. И кто я такой, чтобы помешать тебе? Ну так что ты думаешь? Расскажи мне об этом месте. Все, что находится внутри барьера, мы называем колонией. Ты уже знаешь, что мы здесь добываем руду для короля. Ну, по крайней мере, в старом лагере. В колонии есть три лагеря. Старый лагерь, самый большой. Он был первым. Как я смогу найти старый лагерь? Иди по этой дороге. Старый лагерь – ближайшее безопасное место на твоем пути. Между лагерями шляются толпы диких тварей. Разгуливать там безоружным – самоубийство. Где я могу взять оружие? Когда дойдешь до старой шахты, поищи вокруг. Я уверен, ты найдешь что-нибудь сносное. Ее легко найти в нескольких метрах от выхода из ущелья. Почему ты мне помогаешь? Потому что тебе нужна была помощь. Буллет не стал бы долго возиться с тобой. Ему нравится убивать таких, как ты. А я не хотел просто стоять в стороне и смотреть. Я же не просто так пришел сюда. У меня есть для тебя одно предложение. Предложение? Да. Я думаю, после знакомства с шайкой Буллета ты понял, что тебе нужна защита. Каждый, кто попадает сюда, должен сделать свой выбор. В колонии есть три лагеря, и ты должен будешь присоединиться к одному из них. Я здесь для того, чтобы показать новичкам, что старый лагерь – лучшее место для них. А что сейчас делает этот Буллет? Он с остальными переносит в лагерь припасы из внешнего мира. Ты найдешь его там. Но если ты хочешь отплатить ему, будь осторожен. Буллет – опытный боец. У меня есть послание для Верховного Мага Круга Огня. Да ну? Мне дал его какой-то маг перед тем, как меня сбросили сюда. Твое счастье, что я последнее время не в ладах с магами. Любой другой мигом перерезал бы тебе глотку за это письмо. Маги хорошо платят гонцам, а здесь большинство людей не имеет за душу и гроша. На твоем месте я бы держал рот на замке до тех пор, пока не встретил кого-нибудь из магов. Правда, тебе на это не стоит рассчитывать. Почему? Маги живут в замке старого лагеря, но только люди Гомеза могут входить туда. Кто такой Гомез? Гомез – самый влиятельный из баронов. Он хозяин в старом лагере, как сильнейший человек в колонии. А если я захочу стать одним из его людей, что мне нужно сделать? У ворот замка ты найдешь человека по имени Торус. Скажи ему, что тебя прислал Диего. Спасибо за помощь. Встретимся в старом лагере. Встретимся в старом лагере. Встретимся в старом лагере. Глупость неизлучимая. Встретится с самым лучшим лагерем. Раньше все было намного лучше. Это не слишком интересно. Поговори на чем-нибудь другом. Только между нами. Продолжим не можем рассказывать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Да, поговорил. Хорошо. Тогда ты уже знаешь, что здесь к чему. Почему ты советуешь мне держаться подальше от людей из нового лагеря? Новый лагерь – это тебе не старое, где тихо и безопасно. Новый лагерь не получает товары из внешнего мира, поэтому все, что им нужно, они просто крадут. А старый лагерь? Здесь всем заправляют бароны. Следом за ними идет стража и призраки. Ну а рудокопы – в самом низу этой цепочки. Каждый, кто прибывает сюда, сначала работает рудокопом. Если хочет чего-то больше, то ему придется потрудиться, чтобы потом стать призраком. Когда я вышел на берег, один из типов встретил меня кулаком. Так со всеми новенькими. Своего рода боевое крещение. А в старом лагере много еще таких людей? Конечно, всегда можно встретить какого-нибудь негодяя, но если ты платишь за свою защиту, тебя не тронут. Я видел, как сюда вместе с товарами отправили какую-то женщину. Да, бароны получают все, что хотят. Ты хочешь сказать, что за руду король присылает сюда женщин? Они такие же преступницы, как и все мы здесь. Они нужны Гамезу, а потому не сидят в тюремных стенах там. Хотя не знаю, что хуже. Где здесь можно найти оружие? Возле заброшенной шахты, может, что-нибудь найдешь. Это немного дальше, вниз по тропе. Но лучше в драку не лезть какой-нибудь ржавой киркой в руках. Такие вещи тяжелые и неудобные, да и оружием не назовешь. Неопытному бойцу лучше таким оружием не драться. Ну, разве что в крайней необходимости. Постарайся добраться до старого лагеря живым. Продолжение следует... П Tel advising clarity... П mastery формировался... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Диметтен 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 А ты упустишь возможность заработать немного, продав их шкуры. На твоем месте я постарался бы научиться охотиться как можно быстрее. Эй ты! Что тебе нужно? Хочу предупредить тебя. Прямо за нами начинаются охотничьи угодья. А на кого здесь нужно охотиться? На падальщиков. Мы добываем дичь. К тому же их не так уж сложно убивать. Нужно только знать как. Да? И как это сделать? Спроси моего напарника Дракса. Он в этом гораздо лучше разбирается. Почему эти места считаются опасными? Ты только что прибыл, да? В колонии нет безопасных мест. Каждый шаг таит какую-то опасность. На дорогах между лагерями не так опасно. Но даже там тебя может поджидать пара волков или ящериц, для которых ты станешь легкой добычей. И тебе от них не спастись, если у тебя нет ни хорошего доспеха, ни стоящего оружия. Где я могу найти хорошие доспехи и оружие? У торговцев в лагерях. Отсюда недалеко до старого лагеря. Иди по дороге и без труда его найдешь. Но в новом лагере, из которого мы пришли, вещи стоят не так дорого, если, конечно, найти нужных людей. Если зайдешь в старый лагерь, найди Мордрога. Он один из нас. У него ты сможешь купить хороший товар по низкой цене. Расскажи мне о том, что находится в этой колонии. Чтобы быстро найти дорогу от одного лагеря к другому, лучше купить карту. Так ты избежишь многих неприятностей. Я имею в виду встречи с разными существами, которых лучше никогда не встречать. Они обитают в разных ущельях. Избегай старых развалин. Здесь их очень много. Большинство из них старые укрепления, оставшиеся со времен Первой войны с орками. Иногда можно встретить и покинутые поселения орков. Обычно в таких местах можно еще встретить орков или даже более опасных тварей. А ночью от таких мест вообще лучше держаться подальше. И мой последний совет. Не стоит бродить по местным лесам. Где мне достать карту? Спроси об этом людей из старого лагеря. По-моему, там жил один картограф. Может, у тебя получится выудить у него какую-нибудь карту? А может, у него будет карта и для меня? А зачем это тебе? Разве он не продает их? Ну, за нее придется отдать не так уж мало руды. Спасибо за помощь. Только не думай, что здесь все будут рады помочь тебе. Конечно, у новичка отбирать нечего. Но некоторые могут убить тебя просто потому, что им приглянулась твоя кирка. Я это запомню. Сохрани это в тайне. Людям лучше этого не знать. Сохрани это в тайне. Сохрани это в тайне. Ух! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Больше этого не случится Наверное, ты прав Спешка не доведет до добра Я думал, это уже давно решенный вопрос Здесь никому нельзя доверять Расскажи мне что-нибудь о старом лагере Он самый крупный и мощный из трех лагерей Гомес и его люди контролируют лагерь А вместе с ним и обмен рудой Раз в месяц король присылает нам все, что мы закажем Старик у нас в руках, ясно? Он присылает нам вино, хлеб, мясо, оружие Все, ты тоже можешь иметь свой кусок Если присоединишься к Гомезу А что с двумя другими лагерями? Два другие лагеря отделились от нас Чтобы найти способ сбежать из колонии Новый лагерь находится на западе Тамошние маги думают, что смогут подорвать барьер, как только наберут для этого достаточно руды Есть еще секта придурков на востоке Их лагерь стоит посреди болот, а они сидят и умоляют своего идола освободить их Он пока что не отвечает На твоем месте я бы не стал тратить время на этих фанатиков Расскажи мне о барьере Я мало что могу о нем рассказать Мы знаем только, что он непроницаем Что случится, если попробую выйти за барьер? Последний, кто попробовал, уже мертв Этот чертов барьер легко впускает тебя внутрь, но обратного хода нет Если есть хоть один способ выбраться, я его найду Уже хочешь выбраться отсюда? Ты же только что попал сюда Надо выждать время До встречи Кажется, ты не пропускаешь замок посторонних Только люди Гамеса могут заходить в замок Мне нужно попасть в замок У меня есть письмо для Верховного Мага Круга Огня А и ты надеешься, что я просто пропущу тебя в замок, чтобы ты мог получить свою награду? Да Хорошо, покажи мне это письмо Думаешь, я позволю тебе прикарманить его? Забудь про него Хорошо, уже забыл Я хочу стать одним из людей Гамеса Да что ты говоришь? И почему это ты думаешь, что можешь быть полезен Гамезу? Диего сказал, что это от тебя зависит Если Диего думает, что ты можешь быть полезен, почему он сам не занимается тобой? Послушай, Диего должен проверить, испытать тебя Если он решит, что ты подходишь, я пропущу тебя в замок, и ты сможешь встретиться с Гамезом А там уже все зависит только от тебя Ясно? Я поговорю с Диего А почему ты сам не можешь меня испытать? Малыш, не все так просто У каждого новичка, который хочет чего-то здесь добиться, должен быть покровитель Покровитель из людей Гамеза И он сам тебя испытает Ведь он будет в ответе за тебя и за все, что ты натворишь Таков закон И я ничем не могу тебе помочь? Нет Ты, так сказать, немного маловат, чтобы быть нам чем-то полезен Лучше делай то, что твой покровитель тебе доверит Но я смогу делать и то, что скажешь мне ты Да ну Вижу, не терпится стать героем, да? Вообще-то есть одно дело Как раз для того, кто не засветился с Гамезом Но смотри Провалишь дело Получишь море неприятностей Я выполню твое задание Все, что я тебе скажу Должно остаться между нами Ни слова другому Понял? Да У нас здесь есть один проблемный парень Из нового лагеря Мордрак Он крадет у баронов Конечно, они почти все такие в новом лагере Но этот ворюга совсем обнаглел Крадет у нас и нам же продает Он слишком много себе позволяет Потому что знает, что я ему ничего сделать не могу Почему? Да потому что сами маги его защищают А почему маги защищают Мордрака? Наши маги общаются с магами из нового лагеря И он их посыльный Думаю, если я убью или вышвырну из лагеря Одного из их гонцов Они рады не будут А как же я? Что маги могут сделать со мной? Ты новенький, и тебя они не тронут А вот я отвечаю головой за действия своих парней А потому важно, чтобы ты держал свой рот на замке Где я могу найти Мордрака? На другой стороне замка, возле южных ворот Не осмеливается совсем заходить в лагерь Наверное, ты прав Хочешь, чтобы я убил его? Мне все равно Главное, сделай так, чтобы я его больше не видел Кажется, что маги тоже доставляют тебе хлопот Да, и с ними не так просто сладить Пару лет назад Один из призраков Попытался убить верховного мага Круга Огня Пока тот спал Потом его нашли во внешнем кольце Вернее, его останки, разбросанные по всему кольцу Я займусь им Наверное, ты прав Раньше все было намного лучше Не то, что сейчас Надо выждать время Спешка не доведет до добра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все время одно и то же Интересно, а в этом что-то есть Эй, ты! Эй, ты! Ты быстро учишься Чужие проблемы не мое дело Наверное, ты прав Глупость неизлечимая Я давно это знал Чужие проблемы не мое дело Надо выждать время Спешка не доведет до добра Чужие проблемы не мое дело Я могу помочь тебе? Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить Я новенький, а ты кто? Я идолтеран Один из верных спящему Я пришел из лагеря братства Что такое братство спящего? Мы так называем Братство последователей новой веры Наш лагерь находится к востоку отсюда Среди болот В старом лагере я несу людям Слово спящего Кто такой спящий? Спящий? Наш спаситель Он раскрыл себя в видениях Нашему учителю Юбериону Пять лет назад С тех пор мы отвернулись От трех богов Тебе тоже предстоит это сделать Эти боги не смогли нам помочь Они покинули нас Допустили проведение Этого нелепого эксперимента С барьером Но спящий Освободит нас отсюда Как я могу найти лагерь братства? Сейчас у меня много дел Ты можешь обратиться к идолу Парвизу Который тоже пришел в этот лагерь Его можно найти недалеко от рынка По другую сторону замка По-моему, у него там есть своя хижина Что ты можешь рассказать мне о спящем? Спящий обладает огромной силой Я думаю, что даже Иннос Бог Света не сравнится с ним Его дух пребывает с нами Но сам он не может явить нам всю свою мощь Его сон продолжается тысячу лет Но скоро Скоро наступит миг пробуждения Он избрал нас, чтобы нести неверным его учения Чтобы засвидетельствовать его пробуждение И рассказать об этом чуде Знай же, что все, кто верует в спящего Сохранят свои души незапятнанными А неверные будут стерты с лица земли Но спящей милостью И потому посылает доказательства Своей силы всем Кто сомневается в нем Есть ли у тебя доказательства его силы? Свою волю он раскрывает нам в видениях Те, кто хоть раз слышал его голос Больше никогда не сомневаются в его силе На болотах мы собираем траву Которая помогает последователям Приблизиться к тайне спящего И услышать его Некоторым из нас выпадает честь Сосерцать видение Которое он посылает Понятно А как будет выглядеть путь к свободе? Мы готовим великую церемонию В которой объединим все духовные силы И призовем спящего Во время церемонии наш господин Укажет нам путь к свободе Мне нужно попасть в замок Ты можешь мне помочь? Боюсь, это невозможно В замок могут попасть только те из нас Кто поставляет Гамезу болотник из нашего лагеря Мы собираем его И часть продаем в других лагерях А часть меняем на товары из внешнего мира Если бы ты был одним из курьеров Работающих на Коргалома Тебя бы пропустили в замок Для этого ты должен вступить в наше братство А что тебе нужно в замке? Мне нужно поговорить там с одним человеком Да? А почему бы тебе не подождать Пока он сам выйдет из замка? Это один из магов О! Маги никогда не выходят из замка Тебе самому придется найти способ попасть к ним Зачем же он тебе нужен? Неужели, чтобы купить магические руны или зелья? Верно, ты угадал Я так и подумал Что же еще нужно от магов такому человеку, как ты? Мой тебе совет Забудь об этих магах Их товары тебе не по карману В нашем лагере Все эти руны и зелья стоят гораздо дешевле Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова